Существуют одни и те же явления, но просто язык названий чуть-чуть отличается. И, собственно говоря, это позволило мне из комплементальной кирунической физиологии выявить те названия, которые есть синонимы, те явления, которые есть синонимы в социальной психологии, и, собственно говоря, построить ту технологию, которая позволяет мне регулировать векную систему человека улучшать ходьбу, плечевые функции, восстанавливать осанку у детей со спириозом. Ну вот, таким способом мои учителя, это Алексей Горьков-Самарук, руководитель нашей Аммануальной медицины в России, это президент Российской Ассоциации Аммануальной медицины, он председательских наук, возглавляет, ну, Центр исследовательской Аммануальной медицины в Российском научном центре медицинской реабилитации в Бактологии, это главное учреждение реабилитации России. Николай Тимофей Ченеборский, это человек, который первый научился на лей-медицине в 68-м году, в Бактологии, в Бактологии и в школу главной медицины, она приемлется в школу Ташсты, а Кавел Лейх возглавлял, на самом деле, в Кюргии. То есть, по большому счёту, как бы, то, чем я занимаюсь практикой на практике, оно имеет глубокую историю. А сколько лет Вы практикуете это? С 93-го года. В правильном углу Вы видите двух других важных людей. У нас Василиева Людмила Фёдорина занимается укладной кинезиологией, и вот те тесты биологии, ну, биофизические, биомеханические, которые я использую, это люди, которые их используют в своей практике, являются, ну, скажем так, у нас в медицине есть главные по какому-то методу, да? Ну, большее количество работ написал, конечно. Так, принято. Не везде есть. Не везде. Но медицина есть, да. Ну, видите, ещё одного замечательного человека, который с камерой себе, вот, он у нас, у нас энтузиаст педиатрии, Вы видите, мы приехали здесь в кроссовку «Красикс», там ещё замечательные стилки, которые подобраны постепенность жёсткой стилки. Заодно прорекламируют свои кроссовки со стилками. А как же. Не чаю. Доктор. Ну, собственно говоря, моя методологическая основа, вот, оттуда из медицины, из той практики, которая у нас тут, как в активной процедурной работе, ну, как оплата. Здесь вы видите деятельность Воронежского общества главной медицины, научно-практического, ну, видите, в Ютубе это можно увидеть. В общем, достаточно обширный обществ. Да, и, в общем-то, по аналогии организовалась у нас в Ютубе, я был одним из инициаторов Воронежского научно-практического общества Сенсорники, вот, но тут процессы похожи, потому что сейчас меняется профессиональная организация, организация наших ремёсел, скажем так, наших профессий внутри нашей страны, и эти способы юридические другие становятся. В медицине нам это очень важно, у нас есть свои специальности отдельные, у нас это принято было давно ещё видимо очень трофически. Вот, и, в общем-то, вот эта Булонская система поддержания персонализма, очень правильно. Баллами для канала сейчас замедляется, и я думаю, что это правильно сказать, чтобы и для других профессий использовать её, в том числе и для специальности, и для психологии. Вот здесь вы видите практику применения фиксированного теста, он активно в детской клинике, и врач исследует ортезы. Для меня было целью оценить психическое свойство, понимаете, человека или социальный аспект функции, и для меня это было равно активности функциональной системы. Почему? Потому что вот эти учёные, они об этом рассказали, и очень хорошо мы можем знать устройство двигательной системы. Через неё, собственно говоря, у нас реализуются практически все наши деятельности человека. И, соответственно, зная ответы этой двигательной системы, я могу по какой-то мере исследовать, что на неё будет влиять. А вот чисто внешне, можно вопрос? Да. Чисто внешне, вы можете определить это всё-таки, там, сенсорик или интуит? Вот по осанке, там, я не знаю, по каким-то движениям. Ну, знаете, я хочу сказать следующее по этому пункту. Вот такие дисциплины существуют, да, описание поз, описание лица, они давно существуют, они никакой связи, там, с психологией нет, они давно сами в себе есть, там, или, там, с физиогномикой, ну, описание. Они имеют под собой физиологическую основу, конечно. Потому что морщинки, там, мышцы, кости сами, они организуются в результате работы самих национальных систем. Я кратко её расскажу, ну, что такое, ничего сложного нет. Представьте, червяка, у человека тот же червяк, он точно так же сегментальный. Несколько сегментов тела, метамеры, они между собой очень плотно общаются, и всё, что происходит в этом метамере, оно происходит единообразно. Понятно, если у меня мышцы начинают здесь работать, да, не только скелетная мускулатура начинает работать, но и начинает работать мускулатура сосудов. Начинают потовые железы синхронно работать, начинают работать железы, которые, значит, выделяют смазку между фасциями. И всё это происходит синхронно и совместно, потому что там, в спинном мозге, они тоже вот эти нейрончики расположены рядом, понимаете, между собой связаны рядом. Ну и плюс есть нейрончики, которые поднимаются там куда-то ещё, и там тоже есть взаимосвязь с какими-то ещё... И со временем это всё укрупняется, укрупняется и... Да, конечно, конечно. В эту систему вовлекаются и другие вещи. Мы сейчас это посмотрим. Ну, очень важный имя Магнус, он, в общем-то, забыт установки тела, позы тела. Вот я познакомился в 87-м году с ней. Чарльз Шерлингтон, никто его особо не знает, но это глава британского королевского общества. Ну, почему бы, что это... Ну, обидели психологов вообще. Очень интересно. Мы все, на всех книгах просто... Микки Бернштейна я книжку наизусть и вам очень много будет рассказать. Отлично. А Нотина — это наше вообще всё. Ну, мне часто приходится беседовать с врачами, к сожалению, не знаю, понимаете, вот как бы есть такая вещь. Ну, ничего сложного у него нет. А Нотина очень хорошо описал. Тысячу раз подтверждается эта схема. Ну, конечно, как раз классика уже. Практическими вещами в биологии, то есть то, чем я занимаюсь, практически моя работа построена на этом. Ну, просто врачи этого, может быть, не очень... Да, не очень, да. То есть, по большому счёту, я меняю обстановочную аферментацию, к чему относятся вот эти условия, в которых мы находимся. И у человека, несмотря на пусковую аферментацию его заболевания, то его состояние улучшается. Всё, в большом учёте, вот какое-то описание той технологии, которой я пользуюсь. Это база психосоматрии, которую я называю. Ну, и здесь важная часть. Видите, здесь вот какие-то нейрончики. Вот эти болванчики — это мышечные волокна. Вот у нас мотонейрон, он целся с несколькими или десятками мышечных волокн. Поэтому, что делает мотонейрон, то сразу делают ваши мышцы. Что делает ваша нервная система, то сразу делают ваши мышцы. Понимаете? По мышцам мы всё сосредоставляем. У нас есть связи гидеомоторика. Вот, если начинают катя снимать. Так вот, понятно, что там сетевая структура. У него есть ещё такая, знаете, новая вещь. Вот эти неконсективные ёмные каналы. Это значит, что давление на клетку впрямую влияет на её стаболизм. И для этого не нужна никакая нервная система, вообще ничего не нужна. Только давление внутренних клеток меняет свою работу. Понятно, влияет на нервную. Это тоже почему-то не стельки там. Без нейроконтроля. Без нейроконтроля, да. Прямо. Ну, а вот эта важная часть, говорящая, почему эту технологию можно использовать, не учитывая сознание человека. Потому что вот основная мускулатура, это там мускулатура туловища собственного, вокруг позвоночника туловища, она на 90% работает согласованно с мозжечком. А от коры головного мозга, от центральной и предцентральной избириной, там, ну, понятно, бинтями, сенсорами, всё нужно всё на 10%. Поэтому человек, если что-то там с поясницей, он хочет разогнуться, но не может, не сможет, потому что 90% его там либо самостоятельно, либо управляет межечком. Чем больше упражнений в гимнастике, тем больше польза для организма. Чем больше упражнений и разнообразность, я так понимаю. А вот тут не совсем. Не совсем. Вот тут это как раз то, что мы говорили вот об этом фризмаке статистической динамики и свойстве, да? Да. Физиологическом свойстве статистической динамики. Одному человеку для того, чтобы активировать своё состояние, нужно будет делать одни упражнения, ну, динамические. Понятно. Надо учитывать при этом не только эрутип, не обязательно, допустим, в медицине учитывая тип, может, совсем не знать. Надо знать просто сейчас. Каковы его сейчас характеристики и такое давать. Ну, понятно. Ну, для этого просто надо диагностировать каждый раз. Понятно. Ну, это, очевидно, демонстрация фиксионного теста. Вот он показывает нам функциональность симметрой медиальной системы, двигательных и генетические тесты, симметрого торгового межческого вещества. Ну, исследуется по сегментам, то есть по каждому звонку, и там через один, непомерно, двусторонне сравниваем, как они работают. Вот. Это, вы видите, пример девочек с эспирозом. Просто это снимок из работы, которую я проводил в Магаркёв, в Санкт-Петербурге, в ведущий Центр лечения сколиозов. Сколиоз очень письмо изучен, поэтому легко сравнивать эту методику. И мы там электроннеографические данные делали. Асимметрия в зонах сколиоза, она совпадала с асимметрией, которая была этим тестом выделена. Она совпадала ещё с дугами сколиоза. Понятно, так что применится очень деказательно. Здесь, вот на этом слайде, показывает работа рецепропная, да, или дихотомия, как предмета в Санкт-Петербурге используется. Это общий принцип работы наших национальных систем. Двоичный принцип работы, то есть счёт есть один и ноль. То есть, вот именно, собственно говоря, это общий технологический принцип у нас. Если эта нога сгибается в результате, там удары по неё, здесь одни рецепторы были активированы, то грудая нога будет депривляться, и в ней будет сформироваться рецепропор. Почему рецепропно? Здесь мышцы работают, сгибатель напрягается, да, сгибатель удлиняется, а здесь они оба синергично напрягаются. Ну, вот так мы работаем. Ну, и тест силы, собственно говоря, тоже активно использующийся, он характеризует в отношении приложения силы, будет организовывать в ответ организм движение в направлении приложения силы, то есть я прикладываю сюда, и в направлении приложения силы тело само организует движение. Знаете, что в основном? Либо в ответ на давление тело организует движение в направлении противоположной давлением. Да, само тело организует. То есть это работа либо с датчиков, которые расположены в коже, и это будет активироваться сгибательный рефлекс, либо будет активироваться рефлекс опоры, если это будет рефлекс с датчиков длины и скорости, которые находятся в мышце. То есть предустановка организма на один или другой тип датчиков уже есть, я просто её определяю. Понятно. Я меняю потом аффилентную аффилентацию его, либо механическую, либо психологическую. Нужно картинку смотреть, как она меняется, понимаете? Ну, вы, наверное, узнаете. Понятно. Ну, это то, как применяются этики, ветры и фиксаторы. Ну, в одном случае, безо всего, никто сгибается. В другом случае я давлю нога. Это... Ну, оберцовые мышцы, которые ассоциируются, они работают сильно. Вот там мышцы большого пальца. Ну, это те вещи, которые можно использовать для конкретно каждой механической системы национальной медицинской системе. Капа, пояса, всевозможные. Ну, это ещё раз тот же самый слайд. Анатолий Ильичев. Ну, понятно. Ну, сильный. Всё, спасибо. Вот так. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Очень интересная работа у вас. Воронец. Да? Воронец. Встречайте. Может, приглашается. Хорошо. У каждого есть свои... Мне что нравится? Они не теоретизируют, а у них есть какие-то базы. У них есть конкретная цель. Исправить там, я не знаю, сколиоз или там что-то с орхипедической. Или там... Здесь тоже сделать там команды. Много аспектов работы. Если вас какие-то аспекты устраивают... Я вижу, что они честно хотят помогать там людям. Или ещё что-то. Они хотят в этом разбираться. Но... Одни они. Им... Каждому тяжело. В чём-то они нам могут помочь. Потому что у нас нет, может быть, этих баз. Мы слишком улетели куда-то и плохо знаем реальность. Они из-за реальности нам эти задачки поставляли. Задача вот такая. Задача вот такая. Здесь вот это. Я, имея практику сколько лет, знаю в чём проблема. Я не знаю. А он её знает, конечно. Он эту ткань прямо вот на ощупь всю жизнь прошёл. Я ж прекрасно понимаю, что он там разбирается... Или вот здесь, девушки. Прекрасно разбирается вот. А мы в чём-то своём. И вот хотелось бы уже интеграции практики и теории и интеграции разных наук. Медицины, искусствознания, какие-то там даже вот математики, там, не знаю, физики, биологии, педагогики. И если бы... И кто-то должен быть, то это... Ну, хотя бы не просто будет говорить. Что надо... Всех всегда говорят, ой, надо, надо. Но на этом надо. Но на этом надо... Координация. Да. Оно как-то и повисает. Не надо. Ну, где это как-то надо. А надо это... У всех заинтересован. Да. Хотя бы какой-то маленькой группой собираться. И вот, мне кажется, она будет потихонечку... Ну, как... Здесь же сопротивление... Способствует этой координации. Ну, понятно. Да. Движение пойдет. Если ничего не делать, оно не пойдет. Ну, а если мы можем... Мы можем им в чем-то помочь. А не нам в чем-то помочь. И я думаю, что... Главное поставить цель двигаться вперед и продуктивно. И я думаю, что начало уже сделано, а дальше... Мне кажется, мы пойдем все выше и дальше. Решили. Понятно. Вот я закончила.